Всем привет! Последние заявления Витольда Фокина, а это один из представителей, теперь один из представителей Украины в трехсторонней контактной группе, которого привлек туда глава украинской делегации, в ней Леонид Кравчук, и о них нужно поговорить, это на самом деле очень важно и совсем не случайно. Ну, вы знаете, Кравчук возглавил украинскую делегацию в ТКГ, трехсторонняя контактная группа это Украина, с одной стороны, как жертва агрессии, Россия как агрессор и ОБСЕ как посредник, и Кравчук взял туда Фокина. Фокина, ему 87 лет, он был руководителем еще Совета Министров УССР, потом был первым премьер-министром Украины, он был членом ЦК КПСС, руководил Госпланом Украины, ну, в общем, такой вот твердый коммунист и ленинец, который, значит, потом хорошо вливался в независимую Украину, но с 92-го года его, значит, там убрал еще тот самый Кравчук, он как раз был тогда президентом, и не доставали его, и забыли о нем. Ну, вот сейчас его достали и вспомнили. И что сделал Фокин на переговорах? Ну, первое, что он сказал, это давайте соглашаться на российский сценарий, а именно, особый статус всего Донбасса, не оккупированных районов, а полностью Донецкой и Луганской областей, выборы в Ордлу сейчас, амнистия, полная амнистия боевиков, ну, в общем, друзья, классика. Вот все, что даже более, Россия там хотела в районе, вот эти отдельные районы, Донецкой и Луганской областей, а он же весь Донбасс, все, в общем, давайте. Или иначе, говорит, будут гибнуть украинские воины. Ну, то есть, все, в общем, все ясно. И тут очень интересно, появились сейчас данные американской разведки, которые проливают на самом деле свет на то, откуда тут, ну, мы и так это с вами понимаем, откуда растут ноги, но которые вот это все четко доказывают и показывают весь их план. Я сейчас вам в данных американской разведки расскажу, но перед этим, друзья, пожалуйста, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы вам приходили сообщения новых видео. А то в последнее время мне пишут, что YouTube не предлагает новые видео, люди их пропускают. Поэтому, чтобы вы ничего не пропустили, жмите на колокольчик, подписывайтесь на канал, и вы будете в курсе самых важных событий в стране и в мире тоже. Значит, и теперь возвращаемся к нашему разговору. Что выяснила американская разведка? Есть такой Константин Килимник и Сэм Паттон. А это люди, которые работали с Полом Манафортом. Помните, такой глава был избирательной кампанией Трампа, штаба избирательного Трампа, который сел в тюрьму, его в Америке посадили, Полом Манафорта. Он долго работал в Украине, на Януковича тут, в общем, думаю, вы это и меня слышали. А Константин Килимник, как доказала американская разведка, он работал в команде Манафорта, и тут в Украине, и там США, ну, как бы типа технолог. Он оказался просто офицером российской разведки. Просто офицер российской разведки. Он успел сбежать, и он там сейчас где-то прячется в России. Ну, а Сэм Паттон, это еще один, значит, технолог, рядом с ним там американец. Они работали вместе там все. Сэм Паттон тоже получил приговор в США уже, ну, в общем, как бы все понятно. То есть через Килимника и Манафорта Россия пыталась повлиять на Дональда Трампа. Вот это была, как бы, их линия. Ну, и этот Килимник просто еще раз повторится в ЦРС российских спецслужб. И как выяснилось сейчас, обнародовала данная американская разведка, ну, они же скрыли все там их данные, ящики, почту, показания и так далее. В 17-18 году Килимник и Паттон, вот этот, предложили Манафорту, с тем, чтобы он это предлагал Трампу, значит, такой план урегулирования в Украине. Значит, чтобы Трамп мог стать миротворцем. Вы помните, он там сикареями занимался, да, вот и Украина. Если бы он мог тут, ну, как бы, мир принести, то, конечно, это было бы большое достижение. Да, ну как? И вот они предложили такой план. Значит, отдельные районы объединяются в автономную республику Донбасс. Да? Слышите? Очень похоже. Именно полностью Донецкая и Луганская области. Дальше там, премьер-министром там они хотели сделать Виктора Януковича. Ну, тогда они с ним работали, понятно. Ну, и Россия же там нужно делать с этим, там, сидит у них там в Ростове. И уже не то, что должно, а просто их собственность. Остановитесь! И дальше, понятно, выборы, амнистия, в общем, полностью все то, что сказал Фотнин. То есть, Россия продвигает эту идею через все свои возможные пути. Есть путь на Дональда Трампа через там офицера, который внедрен там, да, и возле его руководителя штаба. Она туда это толкает. Сегодня, ну, тогда у них ничего с этим не получилось. Там Анафорта посадили, Килимник сбежал, СМа Пэтта на этого тоже приговор. В общем, ничего там не получилось. Ну, Россия-то никуда не делась, и Путин-то никуда не делся, и план, главное, никуда не делся. Теперь доставили новых ребят, Кравчука, знаете, молодые, новые лица, Кравчук и Фокин. Вот Фокин еще при Сталине начинал работать с Кравчуком, это настоящие новые лица. Такое, с их приходом такой устроил дедовщину в украинской делегации Зеленский. Продвигает их наверняка тот же самый Ермак. И вот теперь этот троица, знаете, Ермак, чтобы сам уже ничего не озвучивать и не подписывать. Он уже обжегся, когда в марте подписал проект Координационный Капитуляционный Совет. Теперь он, значит, выдвигает вот этих, знаете, по принципу, помните, был такой стишок, дедушка старый, ему все равно. В общем, теперь эти ребята, молодые, новые лица, продвигают вот этот план. Ну, план абсолютно один в один такой же. Поэтому, друзья, никаких выборов на Донбассе в этом октябре категорически нельзя допускать. Потому что, если только они эти выборы проведут, это значит легализация, ну, Украина, если на них согласится, то это легализация всех там боевиков. Они все станут мэрами, депутатами. Может, и тот же, того же Януковича опять вытащат. Делают его каким-нибудь мэром Донецка или еще что-нибудь в таком духе. Ничему уже удивляться нельзя. Ну, а дальше они скажут, подождите секундочку, а народ Донбасса же не представлен в Верховной Раде. Все, перевыборы. Идемте на перевыборы, будут дальше дожимать Зеленского. А Зеленский в ловушке, потому что он наобещал мир, а он кроме мира ничего, ничего не может дать. То есть, у него ничего не получается, не в экономике, нигде. И он столько говорил про мир, что ему уже деваться некуда. И на этом, мне кажется, его этот Ермак и держит. И толкают, и толкают его дальше в эту ловушку. Вот смотри, вот видишь, уже там не стреляют. Но ты давай выборы. Все. Ну, а дальше перевыборы в Верховную Раду, на которых, понятно, с голосами Донбасса и с той активностью, которая ведет ОПЗЖ, скупая все каналы и договариваясь со слугами, они уже заходят абсолютно во власть. Какой-нибудь премьер-министр Медведчук, ну, или, может, кто-то помягче, но абсолютно из той же истории. Там у нас Донецк, Янукович. В общем, друзья, вот вам все, и у нас нет страны. Поэтому мы не имеем права это допустить. Еще раз, данные американские разведки подтверждают, что это старый план Путина, поэтому мы должны этот план сломать. Это было длинное видео, но важное видео. Я благодарю вам, что его посмотрели. Подписывайтесь, жмите колокольчик, пишите, что вы обо всем этом думаете. Держим строй, друзья.